В общем, небольшие организационные моменты. Я на неделе разговаривал с издателем, человек, который занимается публикацией сборников молодых тюменских авторов. Он сказал, что под проект уже выделен достаточно финансовый объем, и я как раз-таки предложил ему следующий вариант. Так как мы в рамках курса написали определенный материал, то этот материал предложить к изданию. Вот. Поэтому заканчивайте свои проекты, отправляйте их мне, и там я уже буду встречаться с ним, разговаривать и предлагать рукописи. Это первый момент. Второй момент по поводу сегодняшней защиты. Я думаю, анонс все прочитали. Ну, если его не прочитали, я хочу напомнить, что автор защищает свою работу следующим образом. Он читает... Я думаю, в такой последовательности лучше поступить. Сначала читает небольшой отрывок. Я понял, что три страницы отрывка — это тоже очень мало. То есть, ну, достаточно одной главы. То есть, четыре, пять, до восьми страниц — это нормально. Это вполне можно уложить в 20-25 минут повествования. Затем автор читает синапсис, то есть, в общем-то, краткое содержание своего произведения. После чего получает обратную связь от аудитории и краткие рекомендации от меня. Как мы анализируем текст, который представляет... Ну, который автор представляет на презентации? Мы анализируем его с точки зрения образности и оригинальности языка, с точки зрения подачи конфликта, с точки зрения проработанности героев и с точки зрения логической завершенности. То есть, по сути, все те знания, которые мы получали в ходе курса, мы должны применить для четкого конструктивного анализа. Мы не домысливаем за автора, не придумываем какие-то новые сюжетные линии, не говорим, что это, допустим, плохо или что-то хорошо. Мы просто по четким критериям анализа проверяем этот текст и предметно уже говорим, ну, вот здесь есть стилистические ошибки или вот здесь удачная образность, потому что... ну и так далее. Есть ли вопросы по защите? Да. Возможно, предоставить половину главы там, где есть законченная, ну, легенда, потому что, ну, я не смогу... Да, конечно. То есть, предоставить кусок, описывающий где, затем легенда и обсуждение этой легенды. Главное, чтобы было логическое завершение, чтобы это не обрывалось где-то на полуслое. Я просто хочу показать разницу между основным текстом и вставками. И, соответственно, все, что можно обсудить, вот в этом, в общем-то, можно будет обсудить. Отлично. Вот. И еще важный момент, чтобы у всех присутствующих текст был перед глазами, можно либо расшарить его на экраны мобильных устройств через общий диалог, либо вывести на проектор, либо дать распечатки, чтобы можно было какие-то заметки параллельно оставлять. Так. Давайте тогда определимся с очередностью. У меня готов проект на защиту, но, в общем-то, я готов вперед кого-нибудь впустить. Хорошо. Я думаю, что ты как раз сможешь показать пример, как это делать. Чтобы было удобнее воспринимать фрагмент, думаю, можно будет его как раз вывести на экран. И сейчас я ссылку фрагмента расшарю в общий диалог. Вообще, я понял, как удобно все-таки работать с Google документами. Сейчас я там храню, в общем-то, почти все рукописи. Ага. Я когда потеряла половинку, так тоже произошло. Что ты скажешь, не случилось? Удобно куда-то не проехал, да? А для тех, кто боится, что их ограбят, ну, на самом деле, это вряд ли. Вы не так хорошо пишете, что этого боятся. Кстати, для тех, кто видел отрывок из романа, который я скидывал недавно в диалог, Вадим Шарапов. В общем-то, очень интересно. Мне понравилось и понравилось то, как он это подает. Вот как раз этот автор, я его знаю, этот тюменский автор, он свой роман выкладывает вот так вот по главам. Прикрепляет FB2 файл, оставляет небольшой фрагмент текста, чтобы привлечь внимание, и ссылку на публикацию на ресурсы, где-то можно почитать. В общем-то, ничего сверхъестественного, но вместе с тем смотрится нормально, аккуратно, и так или иначе собирает определенную читательскую аудиторию. Оль, а скажу, у тебя сегодня еще не готов проект? На самом деле, если как бы ни сегодня, ни на следующее занятие, вы еще материалы не подготовите, ничего страшного, потому что это можно сделать и через некоторое время, просто присылав мне. Но лучше, конечно же, его презентовать с тем, чтобы получить обратную связь. По сути, да, можно. Просто видишь, здесь все, кто сидит, они сидят и тебя слушают сразу, они сразу готовы тебе дать. А в чате один занят, второй посмотрел, потом забыл и так далее, и там меньше шансов уже как раз получат. Ну, я не знаю, у кого это закончено, потому что у меня бы две главы, и дальше коль не валялся. У меня 50%. Кстати, никто не начинал читать дело Гарри Квеберта. Это как раз история про писательский затык. Там вот я начал читать, парень написал книгу, ее опубликовали, он имел успех, его издатель Тайропет со второй книгой, у него ничего не получается. Он отправляется в провинцию к своему учителю и выясняет, что его учителя обвиняют в страшном преступлении. Вот, и начинает собирать доказательства в его защиту. В общем, интересно, интересный сюжет. Я еще не дочитал до конца, но в целом могу рекомендовать. А еще могу рекомендовать как же он называется, Любой во время чумы. Не читали? Это тоже Маркис, язык у него очень богатый, очень образный, и вот хотя бы ради языка прямо почитать стоит. А потом ты этот язык в себя берешь и начнешь так же ваять. Да. Ну не знаю, я очень быстро перевожу. По сути, стиль он так и нарабатывается. Но все равно попробуется, что-то остается, что-то нет. Вот это нормально. И нормально на определенных этапах копировать. Ну вот, кто-то, это как бы все равно не очень хорошо. То есть ты как бы должен не реработать это, а не именно на автомате? Ну, да. То есть ты должен осознавать, что ты как бы копируешь для того, чтобы отработать собственный стиль. И вполне возможно, что ты воспринимаешь написанное как какое-то упражнение, которое ляжет в основу, допустим, последующих работ. То есть можно просто упражняться? Да, и нужно упражняться. Ну, я же... Это что у вас? Ладно, я предлагаю тогда перейти к фрагменту. Он у меня больше трех страниц, но я думаю, что я с ним справлюсь достаточно быстро. Я решил взять концовку, чтобы вам не так обидно было читать синопсис, в котором все рассказано, есть все спойлеры. Ну и концовка, она наиболее динамичная. Коридор уходил далеко, как колодец. Не смотри туда, приказал Вик себе. Просто не смотри, все будет в порядке. Главное, не паниковать. Но страх, животный ужас уже крепко схватил его за яйца. Когда Вику было пять лет, родители взяли его собирать грибы, и он вляпался в паутину. Жирная паучиха с белым яйцом подгрюхом упала ему прямо на лоб. Яйцо лопнуло, и во все стороны побежали крохотные паучки. Еще две недели после этого Вику укороцалось, что они копошатся у него в ушах. Старший брат подлил масло в огонь и сказал, что так и есть. Паучки очень скоро прогрызут дорогу к его сладенькому мозгу. Вик громко хлопнул в ладошь, ожидая, что над ним загорится свет. Электричество – страж всего логичного и рационального. Там, где есть электричество, монстров не место. Ничего не произошло. Когда Вику было 9 лет, он с братом забрался в здание заброшенной больницы. Сразу за ней начинался городской парк, настолько замусоренный, что уместнее было бы назвать его городской свалкой. Разрушающееся здание было форпостом на границе между привычным миром и пространством темных фантазий. Брат рассказал Вику про шкуру. Бомжа, который живет в развалинах и ест бездомных собак. Из их шкур он сделал себе шубу и носит ее в любое время года. И уж, конечно, если ему под руку подвернется маленький мальчик, шкура не станет сомневаться. Маленькие мальчики намного вкуснее бездомных собак. В тот раз в больнице братьевы слышали какой-то шум и оба слоем побежали к выходу. Вику казалось, что он был готов обогнать дьявола. Вот только когда они, раскрасневшиеся и запыхавшиеся, выскочили в летний полдень, Вик зачем-то обернулся. Не стоило ему тогда оборачиваться. Быть может, если бы его голова не повернулась на шею, то жизнь сложилась бы иначе. Он бы не подхватил стафилокок, раздвинув ноги одной малолетней шлюхи, не обкурился бы с пальцем на сомнительной вписке. Да черт, быть может, он и избежал бы целого эвереста дерьма. Но Вик обернулся. И увидел, что в дверном проеме заброшенной больницы кто-то стоит. Скорее всего, мальчишки действительно потревожили бездомного. Но тогда для Виктора это был уже не безымянный бездомный. Это был шкура, который любит есть маленьких мальчиков. Шкура, которая по милости старшего брата будет приходить к Виктору во снах. Бомж-людоед, который станет жить под его кроватью. Вик вновь хлопнул в ладоши, ожидая, что теперь свет точно загорится. И вновь ничего. Вик выругался. Всего каких-то 30 шагов, которые нужно пройти, развернувшись спиной к темноте. Если разобраться, 30 шагов это не очень много. Это расстояние можно одолеть в несколько прыжков. Но Вик уговорил себя этого не делать. Если он побежит, то поддастся панике, а это плохо. Он не сумеет остановиться, пока не добежит до квартиры. Пока не закроет дверь на все засовы. Вик еще раз хлопнул в ладоши, не слишком громко. Лампочка под подолком мигнула, на какую-то секунду в подвале стало светлее. Вот тогда Вик увидел, что в коридоре он не один. Кто-то стоял там в темноте. Стоял, чуть согнувшись, вытянув вперед узкое безбровое лицо с перекошенным ртом. Оно наблюдало за Виктором. Лампочка горела не дольше секунды, и потом коридор вновь погрузился во мрак. Паника волной захлестнула мозг, сметая на пути все барьеры здравомыслия. Дверь-репетиционная комната была намного ближе, чем выход на поверхность. Надежная сейф-дверь, которая закрывается изнутри. Однажды в аквапарке Вик забрался на самую высокую горку. Она была почти вертикальной. Кажется, аттракцион назывался Камикадзе. Перед спуском нужно было встать в капсулу, на дне которой находился прозрачный люк. Пока бесстрастный голос, каким в аэропорту объявляют о начале посадки, считал «One, two, three», Вик успел трижды пожалеть от своей затеи. А потом люк резко открылся, и он закричал. Тот крик Вика запомнила на всю жизнь. Казалось, кричало все его тело, внезапно осознавшее свою смертность. И этот крик вновь вышел из его легких. Вик знал, что в темноте его ждет существо, которое любит мясо маленьких мальчиков. Он заскочил в репетиционную комнату, судорожно повернул защёлку, привалился спиной к двери. Рядом разом на него навалилась тишина. Вику снова было девять лет, и он был напуган до смерти. «Отче наш, ежиеси, да пребудет царствие твое, гулки удар сердца прямо в горле, да будет воля твоя, кровь стучит в висках, на земле, как и на небе. В животе будто растворяется кусок льда. Паника понемногу отступила. Вик снова смог нормально дышать. За дверью было тихо. Виктор повернул защёлку. До головокружения хотелось покурить. «Чёрт, да я чуть не обосрался», сказал он вслух и начал смеяться. Сначала тихо, потом всё громче. Чуть не обосрался, как младенец. Конечно, всё очень просто. Эта сучка свалила вместе с музыкантами, а он перенервничал за этот вечер. Ещё эта травка. Быть может, кто-то из ублюдков решил подшутить над ним. Напялил маску и спрятался в коридоре. Всё ещё посмеиваясь, Вик потянулся в засёлки. Надо задать шутнику трёпку, если он всё ещё там. Кто-то с другой стороны резко дёрнул дверь на себя. От неожиданности Вик отпрянул, споткнулся от шнуры и упал. С той стороны в дверь уже колотили руками и ногами. «Впусти меня! Впусти, козлина! Впусти! Впусти быстрее! Пожалуйста!» Это была Лола. На какое-то мгновение Вик замешкался. А что если это вовсе «Открой дверь! Открой сейчас же!» Лола перешила на виск и принялась дёргать ручку изо всех сил. Больше медлить он не стал. Сдвинул защелку и быстро впустил девушку внутрь. Лола болилась в репетиционную, упала на пол и разрыдалась. Короткая юбка задралась и Вик увидел розовые трустики с зайчиком. Минут пять она размазывала по лицу сопли и слёзы и только потом смогла сказать «Он оно там в подвале не человек!» От этих слов у Виктора пересохло в горле. Не человек. Похоже малышка тронулась умом. Читать дальше или достаточно? Я читала, я помню. Я тоже читала. Но ты знаешь, что она права. Оно любит человеческое мясо. «Возможно сначала откуси твою маленькую пипиську», сказал в голове старший брат. «Заткнись ты!» крикнула Вик, обращаясь к голосу, который слышал только он. Но Лола приняла это на свой счёт. «Я буду молчать, я буду хорошей, только не бей меня». Губы у неё задрожали и Вик понял, что если сейчас не успокоит Лолу, то она утопит обоих в слезах. Он присел рядом, прижал её голову к своей груди. «Детка, всё в порядке, не волнуйся, тебе просто что-то привиделось. Я уверен, кто-то из парней решил над нами подшутить». Надел дурацкую маску. «Я видела, как они ушли, как они все ушли, как они оставили нас здесь одних», схлипывая, сказала Лола. «А может это тоже часть розыгрыша? Что если сатанюги подготовили девчонку и она сейчас навешивает мне лапшу на уши?» Подумал Вик. И решил, что вряд ли. Или Лола чертовски хорошая актриса, или снаружи творится что-то неладное. Машинально он потянулся в карман за мобильником и понял, что оставил его на столе в подсобке. «У тебя есть с собой телефон?» спросил Вик девушку. Она протянула ему разряженный кнопочный телефон. Парень покачал голову, увидев такой раритет. Зарядка села еще днем, извиняющимся тоном, пояснила она. Ничего не выйдет. Тем не менее, Вик несколько раз набрал 020, потом 102, даже попробовал 112. Ничего не вышло, даже если бы телефон не был разряжен, над ним было как минимум 3 метра бетона. Вик представил себе, что бы он сказал, если бы дозвонился до местного отделения полиции. Трукку поднимет заспанный дежурный. Что там у вас? Спросит он, и Вик ответит. Мы сидим в подвале и боимся выйти наружу, потому что за дверью нас караулит монстр. Бред собачий. Пока Вик пытался вернуть в жизни мобильник, Глова сидела в углу, прижав голову и колени к груди. Она походила на маленькую перепуганную девочку, и Виктор понял, что сам сейчас выглядит не лучше. Это все бред собачий, им тут вместо того, чтобы открыть дверь. Он сделал несколько шагов, намереваясь отодвинуть за щелку и выйти. Вик не был суперменом, но действовать всегда лучше, чем сидеть сложа руки. Казалось, Лова ждала этого момента. Быстро как кошка, она подпрыгнула и вцепилась ему в руку, тонкими, но необычайно сильными пальцами. Даже не думай, даже не думай, даже не, она захлебывалась словами. Вик попытался оттолкнуть ее, ну куда там. Лова прицепилась как пиявка. Кстати, чтобы ты знал, это не шуба, сказала она. Вик внутренне похолодил, в конце концов, не могла же она прочесть его мысли. Что ты сказала? Это не шуба из собачьих шкур, ответила Лова, и лицо ее перекосило от злой радости. И ты всегда это знал. А, да, это совсем не шуба, это его собственная шкура. В помещении репетиционной комнаты освещали три люминесцентные лампы. Одна из них мигнула, и свет стал более тусклым. Или Виктору это показалось? Откуда ты знаешь про шубу? Спросил он девушку. Она непонимающе посмотрела на Вика. Что? О чем ты говоришь? Какая шуба? Я ни о чем таком не говорила. Вик открыл рот, но увидел, что Лова не шутит. Она смотрела на него как на «Те маленькие пучки все-таки добрались до твоего мозга, братишка!» услышал Вик знакомый гнусавый голос. Виктор не оставлял ощущения, будто что-то важное он упустил. Забыл о том, о чем забывать не следовало. «Ладно, малышка, будь по-твоему. Если ты считаешь, что что-то здесь безопаснее, мы можем остаться внутри на некоторое время». Лова кивнула. У него возникло ощущение, что ничего другого она не ожидала услышать. Вновь мигнула лампа, потом погасла. Теперь репетиционно освещали две оставшиеся. Лова никак не отреагировала. Она продолжала сидеть, привалившись спиной к запертой двери и подтянув колени к груди. Голова ее слегка раскачивалась вперед и назад. «Надо подождать, снаружи небезопасно, надо подождать, снаружи небезопасно, а здесь хорошая дверь». Лова разговаривала сама с собой, поэтому Вик не стал отвечать. Огляделся в поисках того, что могло сойти за оружие. Половину репетиционной занимала барабанная установка. В басовой бочке было навалено разное тряпье, чтобы приглушить звук, когда ударник колотит по педали. Приглядевшись, Вик увидел, что куча одежды как будто увеличилась в размерах, словно что-то в нее завернули. Он подошел ближе, ощущая, как предательски подгибаются колени. Откинул старые джинсы. Вот срань, как они могли такое сделать? Конфетти, это была обычная хлопушка. Перед его внутренним узором встало лицо горлому барабанщика. Если бы он тогда знал, чем они тут занимались, если бы хоть на секунду мог в это поверить. В бас бочке в клетчатой рубашке, которая уже пропиталась кровью, лежал заколотый черный кот. Его пасть была оскалена. Вик и раньше видел мертвых животных. На обычных дорог или рядом с мусорными контейнерами. Но от вида этого мертвого кота его бросило в дрожь. Что там такое? Спросила Лола из своего угла. Эти гамадрилы убили кота. Лучше тебе на это не порой бывает на лицах у маленьких детей. подошла, чтобы посмотреть на мертвое животное. Кошмар, сказала девушка. Но ни страха, ни отвращения в ее голосе Виктор не уловил. Так можно прокомментировать новость о теракте, которую услышал по радио. Да, кошмар, что столько людей погибло и еще больше получили ранения. Но ничего страшного, жизнь продолжается, а теперь дорогие радиослушатели, давайте перейдем к метеосводке. Наконец Вику удалось вспомнить, чем он занимался. Парень подошел к одной из микрофонных стоек, открутил головку и подставку, в его руках остался металлический стержень. Ни световой меч люка Скайлокера, но выбирать не приходилось. Мой ненастоящий папа говорит, что я должна быть хорошей девочкой, иначе он меня накажет. Он часто наказывает меня. Ты не станешь бить меня этой штукой? Вик посмотрел на девушку и снова испытал странные ощущения, будто что-то ускользает от его внимания. Тем не менее, нужно было действовать, пока не отсырел порох. Он крепче сжал в руках металлический стержень, ладони оставались плотными. Детка, не говори ерунды. Мы не станем поддаваться панике, верно? Снаружи нет никакого монстра, а если он там есть, я засунул ему эту микрофонную стойку так глубоко в задницу, что она выйдет изо рта. Прозвучало не слишком уверенно. За грубостью Вик прятал чувство страха. Он сделал несколько шагов в сторону двери, но мой ненастоящий папа не наказывает меня, если я делаю для него кое-что. Лолу улыбнулась. Хочешь покажу, что я делаю для моего ненастоящего папочки. Малышка, я признателен тебе за симпатию, но у меня уже есть подружка. Почему бы тебе не отойти в сторону? Лолу улыбнулась, точнее сказать, растянула губы от уха до уха, обнажив крупные зубы и сняла майку. Груди у нее были большие, настоящие дыни, как сказал бы старший брат Вика. Быть может, она и не тянула на мисс тюмень, но корно-актриса из нее получилась бы великолепная. Можно я немного побуду твоей подружкой? спросила Лола. Все так же улыбаясь, она подошла к Виктору. Никто не узнает, я обещаю. Здесь нас никто не услышит, я буду хорошей подружкой. Вик почувствовал, как член налился кровью, кровь приливая к щекам. Этой сучке удалось выбить его из колеи. Мигом одна из двух оставшихся, мигнула одна из двух оставшихся ламп. Лола, прекрасно зная, на что так устраивался парень, стеснула ладонями груди. Хочешь просунуть между них свой член? Мне это понравится, сказала она. Здесь такие толстые стены, можем стонать сколько души угодно. Я выполню все, что ты пожелаешь, любую твою похоть. Ты хотела сказать любую мою прихоть? Глава шла кругом от происходящего, и Вик знал, пожалуй, слишком хорошо, что стоит ему сделать один крошечный шаг вперед и остановиться уже не получится. А ему так хотелось сделать этот шаг, сжать упругую грудь, затем сорвать с девушки юбку и со всей силой врезать по ягодицам. Да, Лола, ты плохая девочка, и я должен наказать тебя. Вик крепко зажмурился, словно эти мысли были не его мыслями, будто кто-то шептал ему в самое ухо, давай, трахни ее, трахни, схвати за волосы и поставь на колени, и трахни брод, а потом эти пауки размером с новорожденного котенка. Малышка, давай-ка оставим все на потом, сейчас нам надо выйти отсюда, так что давай, прикрой, трахни ее, трахни, груди и держись за мной. Вторая лампа не просто погасла, она взорвалась под потолком и осыпалась вниз целым снопом искры. Как бы не начался пожар, подумал Виктор. Но гораздо громче звучала другая мысль, и она повторялась, как заевшая пластинка, отшлепай эту сучку по белому заду, отшлепай как следует. Ты такой нервный, я знаю, как тебе помочь. Мой ненастоящий папа научил меня, сказала Лола и встала на колени. Какая-то темная, порочная часть Виктора возликовала, ведь именно этого ему хотелось с самого начала. Хотелось увидеть ее лицо, пухлые губы, большие глаза, смотрящие на него снизу вверх. Хотелось почувствовать, какой теплый и влажный у нее рот. Оставшаяся лампа давала слишком мало света, и Вику показалось, что он уловил какое-то шевеление в бас-бочке, там, где завернутый в тряпье лежал кот. Но он ведь мертвый, подумал Виктор, мертвый, как полено. Все, вставай. Он крикнул на Лолу и даже хотел дать ей хорошую запрещину, но удержал руку. Не в его принципу убить женщин, шлюхи. Покорми меня сладким молоком, большой мальчик, и мы уйдем, да, выйдем наружу. Лола упиралась языком щелкой и поводила им взад и вперед. Глаза ее озорно блестели, а руки уже расстегивали пряжку ремня. И только тут Виктор понял, что именно ускользало от него все это время. У этой девушки на левой руке не было уродливого шрама, который он заметил в самом начале. Последняя лампа, оставшаяся в репетиционной комнате, не погасла. Она понемногу тускнела, и в этом умирающем свете Вик успел хорошенько разглядеть, что шевелилось в басбочке. Около дюжины огромных черных пауков выбрались из брюха мертвого кота и устремились к нему. Мой ненастоящий папа говорит, что если аборт это убийство, то миньет это людоедство. Как насчет небольшого крики Виктора, приглушенные тройным слоем пеноплекса действительно никто не услышал. Пока я читал, кстати, заметил немало ошибок, про которые рассказывал на прошлых занятиях. В частности на речи. Да, синапсис, а потом разбор. Синапсис рассказом. Он, как я уже сказал, не получился у меня коротким. Приятель просит Виктора поработать вместо него в одну смену на репетиционной базе. Виктор молодой человек, соблазняется перспективой легкого заработка. Вместе с приятелем они отправляются на базу, которая находится в подвале жилого дома. По мере продвижения рассказа нагнетается обстановка и раскрывается характер главного героя. Виктор пользуется своим положением, может прикрикнуть на музыкантов. Он скучает, листает комиксы, мечтает о сексе со своей подругой. У молодых панков Виктор отбирает косячок с марихуаны, выкуривает его, отправляются в ближайшую орылку и покупает пиво. Когда Виктор собирается снять кассу и закрыть базу, к нему на репетицию приходит группа, четверо парней и девица в короткой юбке. Виктор выясняет, что девица прибилась к музыкантам и ей негде провести ночь. Сами музыканты похожи на сатанистов и вначале Виктор пытается их выгнать. Они принесли на репетицию кота в качестве талисмана и Виктор опасается, что животное может покрыть провода или поместить ковер. Но когда музыканты предлагают оплату в тройном размере, Виктор соглашается. Репетиция заканчивается небольшим изрывом. Виктор уверен, что сатанисты испортили оборудование. Сами музыканты уверяют, что они взорвали хлопушку в честь предстоящего концерта. Парни расплачиваются и клавишник советует Виктору уносить ноги с репетиционной базы. В суете Виктор забывает про кота. В темном подвале молодой человек вспоминает все страхи, которые преследовали его с самого детства. Когда он выходит в коридор, чтобы не на поверхность, а в звукоизолированную репетиционную комнату, которая запирается на сейв-дверь. Вскоре в дверь начинают стучаться и Виктор слышит, как девушка умоляет ее впустить. Он соглашается и тогда девушка рассказывает, что она тоже видела что-то странное. Дальнейшее повествование разворачивается в пределах репетиционной комнаты. Виктор хочет выйти и отомстить шутникам, которые, по его мнению, спрятались в подвале. Тогда он понимает, что сатанисты провели ритуал прямо в репетиционной комнате. Девушка становится все более навязчивой и удается соблазнить молодого человека. Только тогда он замечает, что это не та девушка, с которой он познакомился. На руках у нее нет шрама. Виктор до последнего момента не подозревает, что все это время находился в комнате с монстром. Из-за тройного слоя звукоизоляции его крик остается глубоко под землей. Да. Я слышал не с начала я подумал, что ты читаешь Кинга. Это рассказ, а когда там была мисс Фемини, я понял, что нет, не Кинга. Я старательно его копировал. Вот, именно в этой вещи. То есть, я просто поставил себе такую цель. Можно спросить о образности пауки, шуба и шуба, берез дерьма и вот это все. Ты это вставлял потом или это было с самого начала? Это ты при написании сразу учитай это было? Да, то есть, там использован такой прием как повторение. Он еще в самом начале слышит про пауков и мы выясняем, что пауков он боится. И потом вот эта мысль про пауков она постоянно повторяется. пауков пытаешь понять, как именно ты пишешь, что есть техника у тебя. Понял, да? Вот. Ага. Где-то я закидывал список и можно вот прямо по списку пройтись. Я правильно понял, пауки поездят из-за того, что он их боялся? В основном да. По сути, как бы, это вообще аллегория того, что может с тобой произойти, если ты не откажешься от своих страхов. Вот. Вот они критерии оценки живости, образность языка, отсутствие стилистических ошибок, наличие узнаваемого авторского стиля письма, логическая завершенность отрывка, наличие конфликта, проработка образов героев, динамика повествования, увлекательность рассказа, возникает ли желание прочесть рукопись целиком. Давайте тогда по порядку по этому списку, если нужно, я могу его, наверное, на экран сейчас вывести. Да, он в принципе есть на Google Доке и к нему доступ открыт, но вообще мне очень понравилось, как Вадим Шарапов, которого я приводил в качестве примера, выкладывает свои вещи. В общем-то, я видел и других авторов, которые поступают подобным образом. То есть, он выкладывает небольшой, буквально несколько предложений отрывок, который может заинтересовать потенциального читателя. Потом он крепит к этому посту файл FB2 и закидывает ссылку на какой-нибудь ресурс, где опубликован этот текст и еще иллюстрацию к нему. То есть, в целом, вместе это воспринимается очень даже неплохо. иллюстрация. В эту библиотеку пришли? Нет, от ирландского общества А узнали о наших собраниях из библиотеки? Отлично У нас сегодня происходит защита дипломных проектов То есть в течение трех месяцев мы занимались развитием рукописей И сегодня у нас защищается первая группа Вот критерии оценки я сейчас вывел на экран То есть пошагово мы можем разобрать живость и образность Наличие узнама авторского стиля Ты можешь нам помочь разобрать Потому что разобрать Сейчас можно разбираться Повозь себя Можно? Давайте начнем с живости и образности языка Мне понравилось описание вот этой мерзкой получихи в самом начале Где вот у нас с яйцами вот эта вот вся Угу Потому что это противно Да То есть мы это делать противно Затем Шуба из шуб это отсылка к этому маньяку или нет? Да, отсылка к маньяку И Маньяк это не было никакого Там Да Я понимаю Просто мне понравилось именно вот это А этот образ Он очень яркий и он узнаваемый Такой И Получается как раз вот эти вот детские друг друга запугивания И тут хорошо работает А потом мне понравилось працами раздрева Потому что ну это тоже очень образная фраза Понравилось что кричало все тело осознавшее свою смертность Мне очень понравилась именно вот вся вот эта фраза Угу Да А очень понравилось как ты сделал маньяку Там вот где куски с пилибами вот этим физическими вещами Да 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 Потом Не очень я поняла почему у него телефон не ловил сквозь бетон Я просто ну не уверена что Там на самом деле не ловит связь Я не знаю Может быть Просто Когда у меня разряжается телефон Я просто не могу номер набрать он отключается сразу Вообще экстренные номера можно набрать даже при отключенном телефоне Да Ну я не знала это был окей Ну на самом деле я тоже когда сейчас читал понял что вообще в условиях стресса вряд ли человек вспомнит все экстренные номера которые знает Да Но наоборот у тебя же там вон перебирают как оно и будет Как оно и есть Ну да он скорее всего начнет прошло Он же не с первого раза правильно нажал в 12 Все подряд набирает что может вспомнить Да Надо было еще 911 сделать Да кстати я подачала с 911 просто чаще его слышу чем с комбинацией Понравилось про то как Лола начала диалог про Шугу Это тоже получается у меня это такая отсылка к типа не поехал где-то дружок Понравилась реакция Лолы на кота То есть когда маленькая девочка Ну для меня маленькая девочка Как-то странно реагирует То есть она не пугается Она начинает ну просто подходить и смотреть То есть это создает Как сказать вот этот вот контраст сразу Что она странно себя ведет для маленькой девочки Угу То есть здесь уже понятно что здесь что-то с ней не то То есть вот в этом моменте ну мне допустим понятно что с ней что-то не то Понравилась фраза про то что что-то ускользает от его внимания и он это ловит Да то есть он ловит что он что-то упускает Угу То есть это такой взгляд Когда ты смотришь и ты не видишь но ты понимаешь что это что-то есть Ну и кстати прием который тоже помогает держать внимание Это ты специально его вставил? Угу То есть это намеренный прием Да Окей А вопрос у меня два но они возможно личные Первый мне не очень понятно какого лешего незнакомый парень ее называют крошка малышка и так далее У него манера речи такая Ну как бы Просто определенная среда как бы Это незнакомая ему девушка и он просто так сходу о малышка Он только забыл ее имя или ее походу не было Он даже не знал ее настоящего имени Да Как то не очень Ну окей И второй момент почему она постоянно называет то чему ненастоящий То есть она ни разу в тексте не сказала что он о чем Всегда только ненастоящий папочка Здесь отсылка как бы к двум моментам То есть первый момент ненастоящий папочка Мы подразумеваем что это демон в человеческом обличье Вот и ненастоящим папочкой она называет как бы там главного демона Люцифера А второй момент это он указывает на то что ее отец ну как бы она называет своего отца ненастоящим потому что он ей не приходится по крови родственникам Я просто как раз ориентировалась на отсылку к отчиму сразу А про демона я не поняла то есть я поняла что она сама демон А то что она там еще с какими то демонами корешится я чуть не очень поняла Ну вот у меня все У меня не настолько подробно потому что я лучше на содержательную сторону смотрела Меня напрягла эмоция которая не была прописана в тексте Мне бы наверное хотелось увидеть про шубу там где она говорила дело про шубу И вот его реакция она хотелось бы что-то типа прошептала или голос оси И что вот шоковая реакция не прописана получается Угу То есть она подразумевается но Да чуть углубить именно эмоциональное проживание Да Да и еще один момент Обнаружила как-то я у себя на работе очень сильно покореженный стул Ну вот обычный стул да вот такая поверхность Чуть ли не прожженная поплавленная и так далее Когда я спросила что это оказалось это лапочка разбилась как раз такая же как здесь в тексте Угу И у тебя она взрывается Да можно указать на то что запах жженым ковролином Да вот мне не хотелось Первый раз когда я читала обратила внимание Забыла просто Угу Ну вот видишь а у меня в жизни ласточки не взрывались У меня тоже не взрывались вообще Я бы тоже не знала про такое И тоже бы не написала Вообще это первый опыт такого написания А ну второй уже опыт описания хоррора именно И вообще российский хоррор он очень интересный Я рекомендую почитать Грязнулю Это пьеса Но в целом она написана так увлекательно То есть она базируется именно на таких основных человеческих страхах И прям интересно ее дочитать до конца На тему что будет если забыть на ночь запереть дверь Допустим вот у меня есть такой я часто это забываю сделать Сойдет кто-нибудь что Гостем будет Если говорить по образности персонажа А по языку По языку Язык Близо к кингу Да Как раз получилось очень кинговский При этом русский Потому что ругательные слова Которые мы не привыкли слышать Вначале цепляют сознание А в итоге они встраиваются в образ И это смотрится ровно Угу Это мне понравилось Это то на что я буду Точные слова решить А вот читать ровно Они не заставляют спотыкаться Что морщится там или еще что-то Оно так и должно быть Потому что такая атмосфера И образ девушки Тоже абсолютно соответствует эпохе И как раз Из-за той среды И клинчатая юбка И нижняя в нее Эпоха-то та вообще Мы правда ее поняли Да Мы тогда ее поняли правильно Сказали же И поэтому ее отношение к ней И ее поведение Оно вполне логичное Я тебе даже больше скажу Вот эти товарищи Которых ты описал Очень Архетипичные Да Тебе фрагмент именно закинуть? Ну вот то, что ты сейчас читал Чтобы я вот по дегонали не глянулся Угу Сейчас я тогда закину конкретный фрагмент Угу Угу Как правило Ссылка на фрагмент Угу Что-то пошло не так Ну это проектор Глюч Это не компьютер Скорее всего Дело в том, что Отходит HDMI В общем В общем да Это опыт Действительно Основан на копировании Мне было интересно посмотреть Как это получится Получилось вроде бы Ну в рамках А Ты можешь описать Технику копирования Как это делать Вообще Что Как копировать Очень много читаешь автора Да Просто много читаешь автора Понимаешь его манер И начинаешь Потом Подходишь и пишешь Пока он у тебя в голове еще сидит Да или как Либо параллельно То есть Я вообще рекомендую Аудиокниги слушать В том числе То есть Когда у тебя Вот Весь этот повествовательный ряд Происходит В формате аудиоозвучки Тебе гораздо проще И Легче потом Свой собственный текст Представить Как будто бы какой-то голос В голове тебе его Надиктовывает И ты понимаешь Что ты в принципе В той же манере Можешь Оформить Текст И он не будет цепляться Не будет Ну Ну Каких-то Таких ошибок Можно будет избежать По крайней мере Так Что? Ну Евгения Ольга Ну А потом Сергей Ну Жилость И Огрозность языка Отрывок Получился Очень яркий И Очень похож на Кинга Поэтому Меня в какой-то Момент Охватил Страх Что же будет С главным героем Что это за Страшные пауки Мертвая кошка И так далее Что это за Странное Непонятное Существо В коридоре Меня Это Порядком Напугало И Про Все эти Слова Которые Вроде бы Списываются Во всех Я уже Не так Остро Реагировала Как в самом Начале В отношении К ним Не любили Вот Герои Получились Очень Радостно И сразу Как бы Полжизни У главного героя Понятно стало Что он Делал Что происходило По общих Чертах Ну В целом Понравилось Хочется прочитать Хоть и страшно Хочется прочитать Ты раньше Один Не Я боюсь Я тоже Мал Знакомо с кино Не того Что боюсь Я буду Говорить О том Что сейчас Услышала Ну Меня зацепило Скажу Про увлекательность Рассказов Действительно Когда ты спросил Читать не дальше Да Да Читай Здорово И Ну Вот Молитву тоже отмечу Мне очень понравилось Молитву такой Я прям Выдохнула Когда он Закончил Читай Да Очень яркий момент И наш Ну вот да Мисс Тюмень Да Можно Прибрать Режет немножко Вроде бы одно Как происходит Действие И не поймешь Что это Ну Наша страна Не наша Любой Может происходить Ну Здесь Отсылки Здесь Пасхалки Такие Конкретно К Нашим Под текстом Вот это Только у нас могло быть Я Патрику Я Что-то Вот сейчас Ты сказала Про брата Я пропустила Брата Куда делся В итоге Да Он вообще Есть Ну то есть Это не суть Важная Где он сейчас Находится Может в армии Он Выйдет Что-то Брата Не Восторожно Да И Все Сергей Вы Сказали Про пасхалки И отсылки города Тюмень Вот Да Согласен Она Прямо Вот Выделяется Есть Умение С контекстом Но это может быть Из-за того Что мыть В Менске Может поэтому Она Так Ярка Видишь Если Ты хочешь Оставить Пасхалку Она Может быть Тоньше Но Скажем Вот Эта Сексуальная Сцена Ты мог Натисать На него Стала Член Как Водонапорная Башня На улице Ародженики Вот Это будет Так Это будет Обратно Это будет Обратно Вопрос О лампочках У меня дома Искрила лампочка И лопнула даже Поэтому реально Если Даже Дома У меня Еще Защищают От Перепадов В сети И при нем Это Все Было То Я Думал На Традиционной базе Это Будет Ожоги Да То есть Она Не просто Так Разбивается Какие-то Какие-то Ощущения Здесь Физическая Реакция Не надо Они Они Были Прямо Под Лампочкой Я Скорее Сего Следы От взрыва Останутся Запах Какой-то Какой-то Останутся Какая-то Связь между Действием И Лампочками Даже Стандартный Психологический ход У тебя все Нормально Ты там Чего-то Занимаешься И тут Бац И Внезапно У тебя Взрывается Лампочка Мне кажется Ты отреагируешь Первая лампочка Раз Один сигнал Второй Да На самом деле Я бы сказал Что очень театральный прием То есть Можно было это как-то тоньше сделать Нет Я вот не услышала То что это был третий звоночек Нужно было толще сделать Слишком тонко А ну вот Ты сам говорил про То что Бомж Ой Тобакоед Это распространенные Это Артем говорил А я еще сказал Ну что у меня тоже такой бомж есть А Артем понял Это из мальчикового детства Да Вот Здесь В коротких Рассказе Я как раз И постарался использовать Все те фишки Про которые я рассказывал Там Повторы Гиперболизация Наличие Яркого конфликта Сексуальный мотив Там Какие то Такие вещи Которые помогают Нам держать Внимание То есть Повторение Одних и тех же идей Вот Как бы Ну и поэтому я Его представляю В качестве дипломного Вот Можно сразу Раз Такая задача Вот это вот любовная линия Там нет Любовной линии Ну У вас нет У меня есть В общем Она всегда Должна быть Или Ну как бы Если автор ее Решил слить Вообще нет Она не всегда должна быть То есть Это просто то что В том числе Помогает держать читательское внимание Вы можете его держать за счет других преемов Ну Она как бы Плюсом играет То есть То есть Плюс 10 про чтение Дает Или как бы Как это В целом да Это плюс Это усиление конфликта То есть читатель этого ждет Да Туда посмотри Вот Раз Два Три Да Вот блин Я вижу Раз Два Три Четыре Разные вещи Я не могу сказать Женская аудитория всегда ждет Я не знаю что ждет Советская аудитория Ну Здесь Ну Ну Как говорят Слово Секс Все Как смотрят Да Окей Я понимаю тебя Так У нас Дальше Ну Как бы У нас Время Под следующих участников Да Дискуссия Раз Разгралась Поэтому Я Смотрел целиком Стиль Имеется ввиду Слова Характерные Вот эти Подростковые С Насилием И Видно Что это Прямо Стиль Он И Дуэт И Вообще По всему Рассказу Вот Когда Автор пишет Вот Связанный С сексом Я всегда Смотрю Насколько Это Уместно Именно Для Этого Произведения Потому Что Есть Авторы Которые Везде Об этом Пишут Но Поскольку Я читал Сказки Там Я помню Про Пиратов Сказки Была шикарная И там Быть Такого Близко Не было Поэтому Я вижу Что Это Твоя Фишка А Элемент Этого Рассказа Лексика Шикарная Разговор У них Достоверный Но Видишь Я Начало Не читал Я Помню На том Занятии Показывал Маленькую Часть При Уходе Группы Но Если Далеко Вы его Еще Будем Прочитать Ну Да Я Не Вижу Как Они Пришли Что Вообще Было Как Ушла Эта Группа И Узнал Барабанщик Ему Сказал Он Бежал И Не знаю Как Этот Герой Очкился В подвале Хочу Почитать Это Самое Важное Хочу Почитать Целиком Я Подготовлю И выложу Его Скоро Думаю Даже Закажу К нему Иллюстрации Давайте Дальше Пущу Участника На Защиту Давай Честно Проходи На Защиту Если Нужно что-то вывести на экран На ноутбуке интернет Я сделала О Да Отлично Единственное Это черновые листы В смысле там Задим читать Так это еще Сейчас мы включим Да Совершенно У меня Выбран Тоже финальный кусочек Жанр Тоже показался Мистика Здесь Мы сходимся Единственное Что кусочек меньше Я взяла буквально сцену Потому что Ну она уже отредактированная Во-первых Во-вторых Самая динамичная Потом Завершающая сцена И она будет Пустая Без первой части И ведущей А это Такая Кульминационная Можно сказать Стук Повторился Впереди Крепче Перехватив Трость для уверенности Павел пошел на звук Шутник играл На металлической трубе В дальнем углу помещения Музыкант Поступчал по ней В ответ Тишина Он повторил весь мотив Тишина Тогда музыкант Начал Ощупывать Руками трубом Ровная С аккуратными швами Вытянутая К потолку Мужчина Абсолютно не понимал Ее значение в погребе Дергай Шепот Над ухом Павел рефлекторно Подтянул Поддавшуюся трубу Кто ты? Спросил пианист Разворачиваясь Ответа не последовало Павел Начал привыкать Ни шагов Ни дыхания Ни запаха За спиной Послышался шелест Открываемой двери Ноги окутал Холодный воздух Прохладный воздух Тайный ход В современном доме У черта на куличках Павел Устал удивляться Оставалось смириться И идти прямо Навстречу неизвестному Тишина От секретной двери Шел под уклон Низкий коридор Его стены Были обмазаны Неровной штукатуркой Влажной от конденсата Павел Уловил звук Закрывающейся двери 60 шагов прямо От стен Отражается звук Падающей воды 40 направо Потолок Ушел ввысь Калидор кончился Павел Находился Где-то под землей В зале Или пещере Левая рука Обследовала стену Трость правой Полы пространства Вокруг Каменная Необработанная стена Пещера Трость Не встречала Препятствий Пустое пространство Левой рукой Павел Нащупал Инородную борозду Трость Повисла на запястье Слепой человек Не может существовать В обществе зрячих Не имея пространственного Мышления Руки музыканта Обозначили Некое животное С крупным туловищем И четырьмя ногами Местами борозды Выравнивались со стеной И определить Точные границы Изображения Было сложно К тому же Оно оказалось не одно Округлая пещера Была покрыта Непохожими друг на друга Наскальными рисунками Павел сделал Около 30 шагов Когда дошел До начального животного Из пещеры Был еще один ход Шагах в пяти справа Тут возникает Несколько вопросов Зачем явно Древняя пещера Казакову Как он ее нашел И как это связано С утренним разговором Отвечать конечно Было некому Тот шутник Что привел Музыканта под землю Молчал Ты здесь? Наугад спросил Павел У тишины Ответом было эхо Которая дала объем Сказанной негромко фразе Павел решил проверить Внутреннее пространство пещеры Монолитный каменный пол С естественными неровностями Переходил в Рукотворный прямоугольник Размерами Похожий на комод Или стол Самые интересные Оказались Три находки сверху Глиняная чаша Небольшая по объему С закругленным дном Украшенная Геометрическим узором Из насечек И точек Недавно была наполнена Липким веществом Металлическая фигурка Больше всего Похожая на ложку С широкой прямоугольной Ручкой Заостренная Кверху Пахла солью Но не железом Дольше всего Павел изучал Третий предмет Лежавший на каменном столе Металлическая пластина От нее остро Пахла солью Тонкая ручка Созданная Под мужскую руку Переходила в треугольный Клинок без гарды Это без сомнения Был нож А значит камень Алтарь А чаша и фигурка Инструменты для ритуала Сергей обожал Мистические и кровавые Фильмы с оккультным Уклоном Он описывал самые вкусные Сцены фильма Стараясь передать Словами картинку Павел не разделял Этого увлечения И часто посмеивался Над реальностью Сюжетов А теперь слепой Одинокий Музыкант Стоит посреди Подземной пещеры С древними рисунками На стенах Держа в руках Устаревший нож Пахнущий железом Резко Перехотелось Знать значение Слово Опфер Ответ на один из вопросов Найден Казаков старший Собирается принести Павла в жертву Здесь На этом самом камне Этим самым ножом Надо бежать Подальше от нарочито Вежливых хозяев Сейчас же Дзынь Павел замер Дзынь Звук издавала Фигурка Так похожая на ложку Павел взял ее в руки Расслабиться Чуткие пальцы Создали Детальный образ Странной вещи Поверхность затерта временем Понять первоначальный облик невозможно Но на голове Будто складки А по краям ручки Еле заметное углубление Кукла или идол Решает пианист Девка небольшого росту Зазвучала в голове Голос матери Из себя ладная Касась сизо-черная И не как у наших девок Болтается А ровно как прилипла к спине На конце ленты Не то красной Не то зеленой Сквозь Светлеют Тонкая Этак Позванивают Будто листовая медь Всего раз слышал Паша эти строчки Когда надо Задали разбор Сказов Божова Они с мамой Весь вечер Разбирали непривычный стиль речи И незнакомые обороты Вившие узор местечкового языка Медной горы хозяйка Пересохшими губами Произнес пианист Ты ли это Разбей Шепот Размноженный эхом Заметался под сводом пещеры Бей Звучало в голове Павла Когда он обхватил Идол руками Бей Отражалось от стен Когда тонкая перемычка Поддалась давлению Бей Забило уши Когда мужчина Выгибал пластину Щелк В руках остались Половинки древнего артефакта Миг тишины Был разорван взрывом Нечеловеческого Искаженного эхом смеха Он метался от стены к стене От потолка к потолку Расходился по калидорам Смех был настолько громким Вездесущим Что Павел Зажал уши руками И упал Отбив колени Он потерял Ощущение пространства И времени Все чувства дали сбой Павел Был младенцем Которого вырвали Из теплой тробы Возможно он кричал Но смех заглушал Все звуки Синопсис Пока рабочее название Пять дней лета Но это сильно-сильно Пока Первый вариант Который чуть-чуть устраивал Тридцатилетний слепой пианист Получает заказ Его приглашают На недельное выступление В город Полевской Недалеко от Екатеринбурга Павел приезжает В частный дом Построенный недавно Состоятельной семьей Из Швейцарии Герои удивляют Животные Которых привозят Живьем Свежуют Готовят И подают к ужину Каждый вечер свое мясо Курица Баранина Медвежатина По ночам в комнате Павла Посторонние звуки Он не знает Кто их издает И начинает решать загадку На пятый день Герой подслушивает Разговор хозяина дома С супругой С ним что-то хотят сделать Но Он не понимает Главное слово Следом герой Слышит те же звуки Зовущие в неизвестность Шутник Приводит пианиста Через погреб К потайному ходу Герой исследует пещеру И понимает Что его планируют Принести в жертву Павел ломает Один из ритуальных предметов И теряет сознание Когда приходит в себя Слышны голоса Хозяев Пианист прячется В старых штольнях Но лаз ведущий к свободе Сужается Конец открытый Отрывок Относится к последнему Ну конечно Слышны То есть это финалы есть? Почти Там чуть-чуть остается бег Как раз по штольням Побег Ну да Побег Как раз И Воспоминания не вошли Когда слепой человек зайдет под землю Вот У тебя В зале Или в пещере В пещере Будет стоять сирой запах Он его сразу же почувствует В метро Когда спускаешься Сирой запах сразу Угу Он Различит на запах Пещеру И зал Угу Все Больше у меня нет претензий А вся вещь Материзована Вот именно По написанию человека Не Врячего Да По крайней мере Старалась И Возможно Многовато Ему железом пахнет Еще Потому что Нож Он Облизывал его Металл уже яркий Когда он нюхал соль Там понятно Да Он здесь поймет сразу А железо Получается Если Он просто взял в руку И ему сразу вновь дало Ну нифига У него чувствуется Я тебе скажу То есть Нож он вряд ли почувствовал Поняла А то что он нюхал Он точно почувствует Вот Остальное мне нравится И мне нравится Очень многие предложения Как у тебя Поставлены Допустим Чуткие пальцы Создавали детальный образ Это прикольно Мне нравится Еще Мне нравится Местечковый язык Сама фраза И Мне нравится Связь Божова С Йобургом И Еще Мне очень понравился Разговор Хозяйки С Переместом А Все поняла Еще Мне очень понравилось У тебя в самом начале Идет Короткое продолжение Длинное Короткое Специально делала Когда уже Редактировала Проверяла Вообще Тут Динамика Хоррора А В целом Провиставание Рассудочно Спокойное Технокритический подход Как вот В шоке И нормально Как в лаборатории Это вот Очень несоответственно Ситуация Хоррор должен быть Эмоциональный Эмоций Гоголевщина Гоголевщина Ага Особенно То Что случилось Вот Это да Да То есть Все хорошо Обстановку Эту пещеру Почувствуется Видно Ощущается Как Он Это Все Пространство И следует Внешне А вот Что у него Внутри Вот Хочется Немножко Ну Смотря Как всегда Человеку Экстренную Сигнацию Ведет Ну Смотря Как всегда Сигнацию Ведет Немножко Поднапугать Немножко Немножко Страница Страница 2 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 14 как раз в литературе идут, посмотри, чё вы. Ну, потому что человек вообще, в принципе, всё чрезвычайное время занимается. Да. Мне очень понравилась фраза «Тайный ход в современном зоне чёрного кузнечка». Не знаю, чем это случилось, но в том, что юмором. Да. Я вот, наверное, несколько предложений не могла к этой фразе никак внимания отвести. А потом уже в последнем абзаце на первой странице третья строчка снизу. «60 шагов поляна, а сейчас отражается звук падающей воды». Я вот не совсем поняла, откуда там взялась вода. В пещере есть вода, в конденсат. Ну, в конденсат, да, это понятно. Он капает. А вот если вода, то у меня в пещерах капает. У меня было ощущение, как будто бы это… Ну, ёморских точно капает. Водопад какой-нибудь. Тогда был бы звук другой. Тогда был бы… Нет, там вода капает. Там вот в пещере, вот в этом пространстве, именно вот этот звук… Капля – это не вода. Капля – это не вода. Падающая вода – это не капля. То есть неправильно пространство… Именно… Да, вода в воду на… Как раз капли. Да. Да. Ну, да. И ещё мне очень понравился вот… Ну, не знаю, можно ли это назвать диалогом, где начинается с медной горыхой Эйки и Дайщук. Угу. Как его подбивают, сломают вверх. Он очень динамичный просто у тебя. И краткие, чёткие слова используют. Угу. Так он хочет что-то сломать. Ну, да. Хочется что-то сломать. Угу. Угу. Если у первого автора была вещь похожа на кинга, то это на Лавкрафта. У него такие фишки, жертвоприношения… Ты, я думаю, устала просто. Да. Я как раз начинала читать… Шум в стенах. Вот прямо один. Да. Ты имела беду Лавкрафта, когда это писала? Ну, в смысле образно. Неосознанно. 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 Да. На кого я ещё ориентироваться буду в создании атмосферы? Не знаю. Я спрашиваю у тебя. Не знаю. Это текст писался или конструировался? Писался. Вот так вот. Да. Потом редактировался. Ну, смотри. Опять же. Если Лавкрафт у него такой вот гнетущий, медленный, вязкий ужас постепенно надлится. У меня не получилось это. Медленно. Огромные блоки текст, которые описывают детально атмосферу. Потому что там шум крыжи бегают или там кто-то бегает. Вот если вот эти вот фигурки там было бы написано, что за жуткие твари были нарисованы на этих стенах в этой бога забытой пещере. Ну, это эмоции как раз добавить получается. Эмоции персонажа, да. Он же представляет. У него другие органы чувств будут сильнее работать. И его ображение. У него запах будет очень сильный. Да. У него звук. Терпес, жалость, горло так косит. Я же говорю эмоции. Его личная реакция. Отсутствует. То есть, как он молитву когда читает. У тебя вот этого не хватает. А в таре там в глинной чашке остатки какой-то жидкости. Липкой. Липкой. Это, наверное, кровь. А она ведь не пахнет, он дозрит очень. Да, он, кстати, железо в крови. Железо. Там получалось слишком много в тексте в этом кусочке железа. Вот оно и ушло там. Ну, от ножа то ему не было. Там, да. От ножа надо перекинуть. Он залез руками в эту чашку и с неприятнее отдернул пальцы, потому что они были запачканы с чем-то липком. Он мог кровь поднести и почувствовать, что это кровь. Да. Если он слепой, то... Ну ладно, он, скорее всего, почувствует. Мм? Полезать должен. Нет, ну... Полезаться слишком. Вот он еще много нюхает, но мало нюхает. Ну, нет. Нормальный человек не будет в рот хватать все подряд, что он видит. Он же, ну, он же слепой. Мало ли что он там сожрет. Нет, мне кажется, нюхать он может. А вот именно в рот хватать... Это способ самоубийцам. Очень хорошо, кстати, что я подготовил распечатку, потому что я про распечатки... Ну, есть возможность сделать заметки. Это по-настоящему здорово. По критериям оценки, мне очень понравилась идея. То есть идея в основе лежит просто замечательная. Старинный рот, который поработил хозяйку Медной горы. Пианист, который приезжает к ним, чтобы выступить с... Ну, чтобы играть несколько вечеров. Постепенно начинает разгадывать эту загадку. Знакомиться с пресс-любой. Знакомиться с хозяевами. То есть мне по рассказу в целом, мне хватило его вовлеченности. В принципе, это уже интересно. Во-первых, представление идет от слепого человека. Во-вторых, этот слепой человек находится в загородном умении. И уже интересно читать, как он общается с другими героями. Нам не нужно здесь какой-то вау-эффект. У тебя повествование развивается слишком быстро. То есть плавно, постепенно поводи его к тому, что... Ну, я его расширяю уже, да. Я же его расширяю после замечаний. По стилистике нужно будет избавляться от... Лишних слов, но когда ты уже расширишь рукопись до того объема, который покажет тебе конечным. Лишние слова это... Лишние слова я здесь отмечал по ходу текста. Первый абзац. Стук повторился впереди. Просто стук повторился. Крепче перехватив трость для уверенности, Павел пошел на звук. Просто крепче перехватив трость. То есть вот эти вот вещи, они... Угу. В принципе, если их убрать, то текст не теряет. Читатель понимает, что если герой грепче перехватывает трость, то он ощущает какую-то тревожность. Играл на трубе в дальнем углу помещения. То есть вот эти вот вещи тоже можно убирать в дальнем углу. Музыкант постучал под ней в ответ тишина. Тогда музыкант начал ощупывать руками трубу. Тоже лишнее слово, чем еще он ее мог ощупывать. Угу. Труба ровная, с аккуратными швами, вытянутая к потолку. То есть тоже слишком много описаний, которые, в принципе, никак не работают в дальнейшем на текст. Просто труба ровная, с аккуратными швами. Угу. Мужчина абсолютно не понимал ее значения. Мужчина не понимал ее значения. Абсолютно это тоже на речи, которые здесь, в принципе, можно убрать. Павел рефлекторно притянул поддавшуюся трубу. Павел притянул поддавшуюся трубу. Угу. Вот. И таких вещей по тексту, в принципе, немало. 20%. Авторский стиль. Нет, ошибки. Это я еще почистила. Вот это вот женщинщина. Стилистика женщинщины. Ну да. А если ее сделать, ну не секс, так сказать, бесполовщиной, это будет гораздо более писательское. То есть, если просто пройтись и подсократить все лишнее, текст станет динамичнее и жилее. Ага. Вот открытием является использование безглагольных предложений. Это очень сильное общий стилистическое решение. Можете привести пример? Тишина. Тишина точка. А, ну да. Вот таки, визуне Павел Замер. Безглагольные предложения. Они очень сильно, они очень контрастируют с текстовой фуфловщиной, которая полно в эфире. трешевой литературой и с другой стороны они уравновешивают женщинчику вот это очень сильный манер ее можно и дальше использовать и есть канцлеризмы которые тоже нужно убрать вот возникает несколько вопросов это как будто бы какой-то отчет длинная чаша небольшая по объему да то есть можно просто сказать что чаша была небольшой ручка созданная под мужскую руку все это можно упрощать а вот фильмы с оккультным уклоном мы понимаем то что в реальности люди так не разговаривают детальный образ странные вещи но это надо было чтобы понятно было что это такое типа разбираются я же описала по археологическим данным и чаша описано тоже соответствующие культуры и эти длт же были в реальности в музее хранятся поэтому и не детальность вот это вот он детстве видел цвета нет а вот когда про божовщину то он так это текст этот цитат я понял он тогда ты видел цвета нет это цитата чтобы читатель тоже вспомнил божовский текст прям это прямой текст прямая цитата ссылку надо будет делать что это божов и голос матери я знаю что в конце тина остается открытым и возникает такое легкое состояние читательского неудовлетворения хочется ответов на вопрос то есть как минимум там либо вторая часть должна быть либо повесть которая затрагивать каким-то образом вот этих героев потому что когда автор просто вставляет полностью открытый финал возникает вопрос а для чего это сделано это имеет какой-то эффект значение то есть либо какой-то мощный посыл дается в конце чтобы читатель сам уже обдумал и для тебя нашел какой-то ответ ну я уже говорила что здесь то это пол проекта здание текста что будет еще музыкальная составляющая и концовка как раз будет завязана на ту тему которая будет в конце поставлена либо мажорная он выбрался не знаю это уже дед меня зависит как получится вот и проработка образом героев хочется немножко больше узнать о главном герое можно дать какие-то отсылки к его детству как он рос они есть но он выше по тексту к тому же я расширяю дневную часть то есть там еще больше появится однозначно а вообще да в целом возникает желание полностью это прочесть я жду прямо когда ты расширишь текст там можно его прочитать еще раз спасибо а сейчас какой объем на данный момент какой объем в целом кстати можно добавить еще к конфликту мотивы главного злодея вообще почему он это сделал я когда дневную часть перерабатывала я добавила и животных и повар вылез там со своими выгущениями и главный злодей получается то есть у меня вначале был конфликт с противоестественным теперь именно вот противостояние хозяина получается и и Субтитры создавал DimaTorzok